Это BMW первой серии в кузове F20 финальной прощальной версии. Я уверен, что в будущем за этими машинками будут гоняться коллекционеры и стоить они будут ого-го. И с этим связано две печальных новости. Во-первых, человечество в целом лишается самого доступного, но при этом абсолютно настоящего BMW со всеми BMW-шными фишками, типа распределения веса по осям в соотношении 50 на 50, продольного расположения двигателя и заднего привода. Ну а во-вторых, новая первая серия мало того, что вышла весьма страшненькой, я думаю, к этому мы довольно быстро привыкнем, так еще и получила передний привод. И более того, не будет продаваться в России. По словам представительства BMW, это связано с тем, что она получилась настолько дорогой, что ее ожидаемая стоимость в России будет порядка 2 миллионов рублей. А русский человек не пойдет покупать переднеприводное не пойми что, когда за те же самые 2 миллиона рублей плюс-минус он может получить себе полноценную третью серию со всеми BMW-шными фишками типа того же заднего привода. Я оставил в описании ссылку на автору с ценами на новые трешки BMW. Посмотрите, сейчас их реально можно сторговать за 2-2 с небольшим миллиона рублей. Тем не менее, компания BMW это в первую очередь компания, которая должна зарабатывать деньги и никаким меценатством они не занимаются. И поэтому сегодня компания переживает достаточно странный период. А дело вот в чем. Они создают достаточно хорошие, надежные машины, дизайн которых не меняется кардинально уже на протяжении 10 лет, а внутреннее убранство так и вовсе всех 15 лет. Дело в том, что все, кто хотел себе BMW, уже довольно давно купили себе их и спокойненько себе ездят, они ездят, они не ломаются, их в принципе все устраивает. Но новые машины делать нужно и продавать их как-то нужно. При этом при всем нужно завоевывать новых клиентов и нужно зарабатывать деньги. Поэтому мы получаем в задних стойках логотипы BMW дополнительные, как на том же X2 и, конечно же, мы получаем эти невероятные всеобъемлющие решетки радиаторов, как на новом X7 или на новой 7-ке. В каждую из этих решеток радиатора может поместиться по 4 человеческих головы. Они реально невменяемо огромные. И тем ценнее сейчас смотрится вот эта вот прощальная версия BMW первой серии, потому что именно здесь собрано все то, что мы любим и напрочь отсутствует все то, чего мы ненавидим в современных BMW. Итак, обзор прощальной версии первой серии в кузове F20. Погнали! Как я уже сказал, это машина прощальной серии, и поэтому они все идут в единственной, но при этом довольно богатой комплектации. Во-первых, роскошнейший M-пакет, шикарные 18-дюймовые диски, полностью светодиодная оптика, подсветка в ручках дверей, парктроники спереди и сзади и всевозможные датчики света и дождя. Ровно год назад эта единичка не вызвала бы у нас ровным счетом никакого интереса, потому что на дорогах Москвы таких просто завались. M-обвес уже стал чуть ли не более обыденным, чем обычные бампера на первой серии. И уверен, пока я это говорю, вы пытаетесь изо всех сил, но никак не можете вспомнить, как же все-таки выглядят обычные бампера на единичке. Они выглядят вот так. Но весной все изменилось, когда BMW показали новую первую серию, а потом еще и заявили, что она не приедет в Россию. Поэтому была создана специальная прощальная партия автомобилей BMW первой серии в кузове F20, и сегодня одна из них у меня на обзоре. Я специально выбрал автомобиль в белом цвете, потому что это фирменный цвет BMW, и именно в белом цвете все BMW-шные фишки, кузовные дизайны выглядят максимально выигрышно. Например, тот же M-пакет. Он потрясающе смотрится именно в белом цвете. Shadow Line, все вот эти вот черные окантовки, черные вот эти вот роскошные 18-дюймовые диски выглядят супер красиво и контрастно именно в сочетании с белым цветом кузова. Как я уже сказал, прощальной первой серии полагается полностью диодная оптика, и, к сожалению, стоит признать, что диодные фары на первой серии светят не так хорошо, как хотелось бы, но в любом случае светодиоды это круто и это очень современно. Более того, противотуманки спереди тоже в BMW решили сделать светодиодными, и это то, что я называю продуманчик. Они прекрасно понимали, что понторезы, которые побегут скупать прощальную партию единичек, захотят ездить с ангельскими глазками и передними противотуманками. Поэтому в BMW решили, пускай хотя бы все это будет в цвет. Оцените силуэт этой машины. Посмотрите, как далеко кокпит вынесен за переднюю ось, какой низкий, но при этом длинный капот. Эту машину рисовали по лекалам каких-нибудь седанов или купе. И такие хэтчбеки не делал никто до BMW и, соответственно, не будет делать после. Все хэтчбеки современные, они гольфообразные. Естественно, у них передний привод, из-за этого кокпит смещен ближе к передней оси, и они не выглядят так роскошно на дороге, они не выглядят так красиво. У них не ощущается такого классного присутствия на дороге, как у первой серии. Этот силуэт реально очень ценный, и я думаю, что в будущем он станет еще более ценным, потому что так никто не делал, и никто уже не будет делать. Далее мы переместимся под капот, потому что только здесь можно найти хоть что-то необычное. Полуторалитровый турбомотор мощностью 136 лошадиных сил, у которого всего 3 цилиндра. Наверное, это единственный в мире мотор, который все время троит. Это потому что бог троицу любит. В BMW решили сэкономить на системе отключения половины цилиндров и отрезали все лишние цилиндры прямо на заводе. Да, это тот самый мотор, над которым буду стебаться даже я. Изначально этот мотор задумывался как генератор для BMW i8, чтобы гибрид мог ехать еще дальше и еще дольше. Но потом в BMW поняли, что этот мотор в состоянии самостоятельно тащить отдельный целый автомобиль. И стали ставить его на мини-куперы и на BMW первой серии. Так что теперь я всем буду говорить, что в моей машине стоит мотор, как на спорткаре BMW i8. И только знающие посмеются мне в лицо. На данный момент нет никакой особой статистики по этому мотору, поэтому я не могу сказать, насколько он надежный. Но он точно весьма и весьма экономичный. Особенно в паре с 8-ступенчатой коробкой ZF, которую мы все любим, к которой мы все уже хорошенько привыкли. И опять же, он не лишен основной, главной фишки BMW. Он расположен продольно. Поэтому, несмотря на то, что у него всего 136 лошадиных сил, едет он все равно намного лучше, чем Audi со своим 1.4 TFSI на роботе и переднем приводе. И вот эта дерзкая внешность в сочетании с этим малолитражным и экономичным мотором создает абсолютно идеальный автомобиль для меня. Я поясню. Я особо не гоняю, но иногда очень хочется навалить. И еще я люблю экономить, и чтобы был бешеный видок. Зимой иногда мне очень хочется раздать бачком. И получается, что мы имеем экономичный, не быстрый, но при этом очень красивый и борзой автомобиль. И, согласитесь, даже в статике от этой машины просто невозможно оторвать глаз. Особенно, когда ты поздним вечером подходишь к нему, нажимаешь кнопочку разблокировать. Медленно загораются фары, и ты такой... В общем, выглядит все это очень круто и очень роскошно, особенно ночью. Прежде чем сесть внутрь, давайте немножечко поговорим о ключе. Во-первых, у всех BMW есть фишка, о которой немногие владельцы BMW почему-то до сих пор знают. Если нажать кнопку разблокировки и подержать ее, то автоматически откроются все окна. И если у вас в машине есть люк или панорамная крыша, откроется и она тоже. И это вам не как в каких-нибудь дешевых седанах или купе, где окна не опускаются полностью. Посмотрите, они в этой машине опускаются абсолютно на самое дно, и мы получаем ровные и красивые окошки. Конкретно наш ключик это уже устаревающий ключик от F-серии. И у него есть только одна приятная фишка. Если у вас машина приходит в М-пакете, то вот эта синенькая окантовочка красиво сочетается с декоративными вставками внутри салона. Давайте внутрь. Перемещаемся в салон, и тут нас встречает, ну, довольно такая печальная, но окей, фишка прощальных единичек. Как вы смогли заметить, кресло здесь обито тканью, а обычно, когда заказываешь машину с М-пакетом, она приходит с комбинированной отделкой салона наполовину ткань, наполовину алькантара. Здесь производитель прекрасно понимает, что на 136 силах никто не будет гонять по треку, поэтому решили, ну, сэкономить на алькантаре, видимо. Но я не считаю это большим минусом, потому что ткань у BMW отличная, она очень долго сохраняет внешний вид. Недавно я продал BMW X3 с тканевым салоном, там было 200 тысяч пробега, салон все еще выглядел как новый. Ну, и для меня эти сидения все равно эталонные, потому что в них может усесться удобно 100% людей, у них потрясающе развитая боковая поддержка, поэтому рулить и быстро ездить в них тоже очень приятно. Плюс ко всему, летом тебе в них не жарко, зимой они не дубовые, красивый профиль, красивая строчка, это уходящее в прошлое кресло, но они очень и очень хорошие. В остальном, это уже привычный нам интерьер BMW с отличной эргономикой, супер логичным расположением всех крутилочек, кнопочек, рычажков и так далее. Это все то, к чему мы привыкли и то, что мы очень сильно любим. Да, это уже весьма морально устаревший, но все еще хороший внешний вид. У задних пассажиров по-прежнему не очень много места, зато у них есть свой откидной подлокотник с двумя подстаканниками, дефлектор климат-контроля и даже своя розетка на 12 вольт, что еще им нужно. Но BMW первой серии это не та машина, которую покупают от большой любви, будем откровенны. Ее покупают, потому что это самая дешевая, а значит самая доступная BMW. Но это вовсе не означает, что здесь нет ничего интересного. Начну я, пожалуй, с новшеств, которые меня, BMW-дрочера с 9-летним стажем, огорчают больше всего во всех современных BMW. В данный момент я говорю о переключателе поворотников. В своей машине, когда вы хотите повернуть, вы включаете поворотник и до тех пор, пока вы не совершите маневр, он остается в том положении, на которое вы нажали, например, вот в левом, как сейчас. В BMW подошли к этому аксессуару как-то более изящно. Они придумали нефиксируемый поворотник. То есть, когда ты нажимаешь на поворотник, он работает как обычная кнопка. Он включает лампочку, включает поворотник, но при этом сам рычаг возвращается в исходное положение. Мне казалось это стильно и безумно удобно, но, к сожалению, BMW пошли на поводу у вечно недовольных всем. И в современных BMW мы имеем фиксируемый поворотник. Меня это немножко удручает, но даже здесь они смогли справиться с этим вопросом довольно изящно. Он все еще работает как кнопка. Он включается с приятным звуком, а не так, как будто бы ты что-то ломаешь, как, например, в Porsche. Вот, послушайте. И все. Ну, и когда вы поворачиваете, он, соответственно, отщелкивает обратно, тихонечко, легонечко, ну и довольно приятно. Также пострадал рычаг управления датчиком дождя. Раньше, чтобы активировать датчик дождя и дворники включались, ориентируясь на него, приходилось нажимать кнопочку на торце правого рычажка, тогда загоралась лампочка зелененькая, включалось положение авто и все это приходилось включать каждый раз. Теперь же положение авто это фиксированное положение рычага вот где-то посерединке. Ну, в принципе, ничего такое нововведение, хотя кнопочка мне была чуть более привычной. Далее приборная панель. И, о, да, эта панель действительно роскошная. В BMW полностью решили избавиться от прозрачного такого большого стекла, который обычно стоит под наклоном, и закатали всю приборную панель под полупрозрачный, но очень-очень темный пластик. Это все еще стандартная приборная панель с обычными шкалами и с классическими натуральными реальными стрелками, но выглядит она особенно в выключенном виде, как будто бы это полностью цифровая приборка. Очень красиво. Она также очень красиво загорается, когда ты заводишь машину. И вообще она мне безумно нравится, но, конечно же, есть одна небольшая придирка. Испокон веков ночная подсветка в BMW была, ну, красного-оранжевого цвета, и это было отличительной чертой всех автомобилей BMW. Сейчас она также осталась везде, кроме приборной панели. Вся разлиновка, все цифры белые. Ну, спасибо, что хоть стрелки оставили оранжевыми. И с этими оранжевыми стрелками это отдаленно напоминает приборную панель старых BMW M5, так что, в принципе, тоже круто. С пассажирской стороны находится перчаточный ящик, который почему-то из жадности не снабдили замком запирания. А внутри перчаточного ящика прячется... ...самый маленький конвертик с самой очаровательной инструкцией по эксплуатации, которую я когда-либо встречал на BMW. Он тоже из ткани, у него здесь есть маленький логотипчик BMW. И внутри прячется самая миниатюрная инструкция, что я когда-либо видел. Кстати, на ней вот как раз изображена первая серия в каком-то другом исполнении, не в M-пакете. Так что можете глянуть, как они выглядят. В мультимедиа-системе получился некий Франкенштейн. То есть это железо F-серии, но прорисовка вся уже от G-серии. И поэтому все это работает из рук вон плохо. Медленно, глючно тормозит. Иногда у меня почему-то отваливается блютуз, телефон остается, музыка не играет. Как это запустить? Непонятно, приходится перезагружать телефон, перезагружать машину. И на ходу всем этим совершенно не хочется заниматься. И правда, все стало слишком перенасыщено, прям какое-то нагромождение бестолковой информации. То, что раньше было лаконично и удобно, и это была эталонная мультимедиа, ну сейчас получилась, честно вам скажу, хрень. Однако парочка интересных функций здесь все-таки прячется. Например, это BMW с кнопкой SOS, а значит здесь установлен модуль GPS, модуль GLONASS и здесь есть сим-карта. Поэтому BMW подогнали нам прямо сюда свой магазин приложения, он называется Connected Drive Store. И здесь мы можем оформить подписку на некоторые сервисы BMW. Например, мы можем оформить подписку на сервис, который целый год будет нас снабжать всей полезной информацией, например, о погоде, о новостях, там, пробке и прочее. С другой стороны, это никому нахрен не упало, потому что в любом случае гораздо быстрее и гораздо удобнее вы все то же самое найдете с помощью своего смартфона. И за это вам не потребуется платить 5000 рублей в год. Еще один пункт меню, с которого я нехило так проорал. В разделе «Мой автомобиль» в автомобильных настройках и настройках освещения можно найти пункт «Освещение салона», «Подсветка салона». В данный момент установлена подсветка Classic, но ее можно поменять на Sport. Я очень долго пытался понять, что же, блин, все-таки меняется в этот момент. Давайте я вам покажу. Например, в данный момент включена Classic и я переключаю на Sport. Заметили? Нет, не заметили. Ладно, давайте. Снова Classic. А теперь снова Sport. Все еще нет. Понимаю. Последний раз. Давайте. Classic. А теперь Sport. В общем, я прекрасно понимаю ваше недовольство. Никто не способен понять, что меняется. Если только в кромешной темноте не приглядеться к блоку управления лампочками салона. И вот здесь вот прячется два крошечных таких светодиодика, которые разделяют между собой кнопочки. И он переключается с оранжевого цвета, что называется Classic, на беленький, что называется Sport. И, честно вам скажу, я, пожалуй, выберу Classic, потому что спорта в этом автомобиле и так уже предостаточно. В остальном просто посмотрите на салон совершенно нового BMW. Он божественный. Все чистое, все абсолютно новое. И жаль, камера не передает запах, но он настолько приятный, что хочется просто расплакаться. Ну и, конечно, немцы не были бы немцами, если бы не заглушки. Вот здесь вот обычно располагается дисковод, но от него в новой F-серии решили напрочь избавиться. Да откуда же, блядь, дождь-то? Но от него в прощальной единичке почему-то решили избавиться, поэтому вместо дисковода у вас просто большой кусочек пластика. Так что я думаю, мы в авторевизора возьмем этот автомобиль за образец и всегда будем на него ссылаться, когда нам будут впаривать автомобиль с пробегом типа как у нового, но на самом деле он будет не новый. Вот вам абсолютно новый автомобиль, вот как выглядят педали тормоза, вот как выглядит его морда, она абсолютно чистая, никакого пескоструя. Вот так выглядят подушки сидений, боковые там, спинка и так далее. Ребята, это все непередаваемо. Я честно пытался купить что-то другое. Я сидел в других машинах, я ездил по салонам. Некоторые меня радовали, некоторые удивляли, но потом, когда я приехал в салон BMW и сел в единичку, я просто ощутил себя дома. И честно вам скажу, это большое счастье найти свою марку, и поэтому я чувствую себя очень счастливым человеком, что я разобрался в том, что мне действительно нужно, в том, что мне действительно нравится. В BMW я чувствую себя как дома, и поверьте мне, за это чувство можно отдать гораздо больше денег. Ну и давайте подведем итоги. За полтора миллиона рублей вы не получаете ни Apple CarPlay, ни Android Auto, ни камеры заднего вида, ни проекции на лобовое стекло. У вас не будет алькантары, у вас не будет дорогой аудиосистемы. Да и чего там говорить, даже у мотора теперь на один цилиндр меньше. По всем признакам, комплектация этого автомобиля даже хуже, чем у Volkswagen Polo из каршеринга. И все-таки эти машины уже раскупили, потому что первую серию любят не за технические навороты, не за крутую мультимедиу и вот это вот все. Его любят за то, что это доступный, но все еще стопроцентный, высококонцентрированный настоящий BMW. Да, у него старая архитектура салона, да, у него уже устаревший, всем надоевший M-руль. И по всем признакам это уже уходящая глубоко в прошлое легенда, но все же легенда. Он маленький, но он предлагает все то, за что мы обожаем BMW. Задний привод, продольное расположение мотора, восьмиступенчатый автомат ZF, непревзойденная управляемость, с ног сшибательный M-пакет. Сложите все это вместе и вы получите рецепт настоящей будущей классики. Да, ребята, как раньше уже не будет и поэтому я безумно рад, что мне удалось заскочить в последний вагон этого потрясающего, но уходящего далеко в историю прекрасного поезда под названием настоящий BMW. Продолжение следует...